Когда меня призвали представителем высшей власти церкви, я переехал с семьей из Коста-Рики в Соллэйк-Сити для своего первого назначения. Здесь, в США, я был рад встретить прекрасных представителей разных этнических групп и культур. Среди них много таких, кто, как и я, родился в Латинской Америке. Я заметил, что многие из испаноговорящих первого поколения говорят на испанском языке, как на родном. И немного знают английский, чтобы общаться с другими. Второе поколение, родившееся в США или приехавшее в раннем возрасте и ходившее здесь в школу, говорит на очень хорошем английском и, пожалуй, на несколько ломаном испанском. И часто к третьему поколению испанский родной язык их предков забывается. Лингвисты называют это просто утратой языка. Утрата языка может происходить, когда семьи переезжают в другую страну, где их родной язык не является преобладающим. Это случается не только среди выходцев из Латинской Америки, но и по всему миру, когда родной язык замещается новым. Даже Нефий, пророк из книги Мормона, отправляясь в землю обетованную, переживал, как бы не утратить родной язык своих отцов. Нефий пишет «И вот, это мудрость Божья, что мы должны обрести эти летописи, дабы мы сохранили для своих детей язык наших отцов». Но Нефия беспокоила и опасность утратить язык иного рода. В следующем стихе он продолжает. «А также, дабы мы сохранили для них слова, которые были изречены устами всех святых пророков и которые были даны им Духом и силой Божьей от начала мира вплоть до этого нынешнего времени». Я заметил сходство между сохранением родного языка и сохранением Евангелия Иисуса Христа в нашей жизни. Сегодня, в моей аналогии, я хотел бы подчеркнуть не какой-то конкретный земной язык, но скорее вечный язык, который необходимо сохранять в наших семьях и ни в коем случае не утратить. Я говорю о языке Евангелия Иисуса Христа. Под языком Евангелия я понимаю все учения наших пророков, наше послушание этим учениям и наше следование праведным традициям. Я обсужу три пути сохранения этого языка. Первый путь — быть более прилежными и внимательными дома. В учении Иезавета Господь призвал многих видных членов церкви, включая Ньюэлла Уитни, привести в порядок свои дома. Господь сказал, «Слуга Мой, Ньюэлл Уитни, должен понести наказание, и ему надлежит привести в порядок семью свою и смотреть, чтобы они были более прилежными и внимательными в своем доме и всегда молились, иначе они будут устранены с места своего». Один фактор, влияющий на утрату языка, это когда родители не уделяют время обучению своих детей родному языку. Недостаточно просто говорить дома на родном языке. Если родители хотят сохранить свой язык, ему необходимо обучать. Исследование показало, что родители, которые прилагают сознательные усилия для сохранения родного языка, обычно добиваются в этом успеха. А что можно считать сознательными усилиями для сохранения языка Евангелия? Старейшина Дэвид Бэднер, член Кворума «12 апостолов», предупреждал, что слабое обучение и следование Евангелию в доме — это серьезная причина, способная прервать цепочку поколений в семье и в церкви. Отсюда мы можем заключить, что серьезное обучение чрезвычайно важно для сохранения Евангелия в наших домах, и оно требует прилежания и усилий. Нас постоянно призывают практиковать ежедневное семейное и личное изучение священных писаний. Многие семьи, которые так поступают, благословляются каждый день большей сплоченностью и близостью к Господу. Когда же происходит ежедневное изучение священных писаний? Оно происходит, когда родители берут в руки священные писания и с любовью приглашают всю семью собраться для изучения. Трудно представить какой-нибудь иной способ. Отцы и матери, не упускайте этих великих благословений. Не ждите, когда будет уже слишком поздно. Второй путь — строгое следование Евангелию дома. Один эксперт по лингвистике написал, что для сохранения родного языка надо сделать так, чтобы он стал живым языком для ваших детей. Мы делаем язык живым, когда наше обучение подкрепляется практикой. В юности я работал на фабрике своего отца во время каникул. Когда я получал зарплату, отец первым делом спрашивал, «Как ты распорядишься своими деньгами?» Я знал ответ и говорил, «Заплачу десятину и отложу на миссию». Я проработал у него восемь лет и все время отвечал на один и тот же вопрос. Так что отец решил, что научил меня платить десятину. Он не знал, что я усвоил этот важный принцип за одни выходные. Позвольте рассказать вам, откуда я узнал этот принцип. После некоторых событий, связанных с гражданской войной в Центральной Америке, бизнес моего отца пришел в упадок. Он сократился приблизительно с 200 штатных сотрудников до менее чем пяти швей, которые работали по мере необходимости в гараже нашего дома. Однажды, в эту трудную пору, я услышал, как мои родители обсуждают, что им делать — заплатить десятину или купить еды для детей. В воскресенье я последовал за отцом, чтобы посмотреть, что он будет делать. После церковных собраний я увидел, как он взял конверт и вложил в него десятину. Это была только часть урока. Меня беспокоил вопрос, что же мы будем есть? Рано утром, в понедельник, в нашу дверь постучали какие-то люди. Когда я им открыл, они попросили позвать отца. Я позвал, и посетители сообщили ему об одном срочном швейном заказе, который надо выполнить как можно скорее. Они сказали, что заказ настолько срочный, что они заплатят за него вперед. В тот день я усвоил принципы уплаты десятины и последующих благословений. В Новом Завете Господь описывает порядок следования образцу. «Истина, истина, говорю вам! Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит так же». Мало просто говорить нашим детям о важном значении храмового брака, поста и соблюдения Дня Субботнего в святости. Они должны видеть, что мы организуем наш график так, чтобы посещать храм как можно чаще. Они должны видеть нашу приверженность регулярному посту и соблюдению всего Дня Субботнего в святости. Если наша молодежь не может пропустить два приема пищи, не может регулярно изучать Священные Писания и не может выключить телевизор во время важного матча в воскресенье, то будет ли у них духовная самодисциплина, чтобы противостоять мощным искушениям современного сложного мира, включая соблазн порнографии. Третий путь – традиции. Еще одна причина изменения или утраты языка – когда другие языки и традиции смешиваются с родным языком. В первые годы в восстановленной церкви Господь призвал многих видных членов церкви привести в порядок свои дома. Он начал с двух причин, по которым мы можем утратить в наших домах свет и истину. Но приходит тот лукавый и отнимает свет и истину у детей человеческих через непослушание и из-за традиций их отцов. В семьях мы должны избегать любых традиций, которые помешают нам соблюдать день субботний, святости или ежедневно изучать священные писания и молиться дома. Мы должны закрыть цифровые двери нашего дома для порнографии и всех остальных вредных влияний. Чтобы бороться с мирскими традициями нашего времени, мы должны использовать священные писания и голос наших современных пророков, чтобы наши дети знали о своей божественной природе, своей цели в жизни и о божественной миссии Иисуса Христа. В священных писаниях мы находим несколько примеров утраты языка. Например, «И было так, что среди подрастающего поколения было много таких, которые не могли постичь слов царя Вениамина, ибо были малыми детьми в то время, когда он обращался к своему народу, и они не верили преданию своих отцов. И ныне из-за своего неверия они не могли постичь слова Божьего, и их сердца были ожесточены». Для этого подрастающего поколения язык Евангелия стал чужим языком. И хотя преимущества сохранения родного языка иногда подвергаются сомнению, в контексте плана спасения нет никаких сомнений относительно вечных последствий утраты языка Евангелия в наших домах. «Мы, Божьи дети, несовершенные люди, старающиеся выучить совершенный язык. Подобно матери, сострадающей своим малым детям, наш Небесный Отец терпит наше несовершенство и ошибки. Он понимает и бережно хранит наш бессвязный, но искренне лепит, как будто это возвышенная поэзия. Он радуется при звуках наших первых евангельских слов. Он учит нас совершенной любовью. Ни одно достижение в этой жизни, сколь бы важным оно ни было, ничего не будет стоить, если мы утратим язык Евангелия в наших семьях. Я свидетельствую, что Небесный Отец будет благословлять нас в нашем стремлении освоить Его язык, пока мы не достигнем совершенства в этом высшем уровне коммуникации, который и был всегда нашим родным языком. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok